Однако, здравствуйте! Ровно 70 лет назад нападением нацистской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Унедшая более 55 миллионов жизней, из которых половина нашей. Это наш неотменяемый вклад в общую победу и вклад решающий, что признавали тогда наши западные союзники. Сегодня нас пытаются поставить на одну доску с Гитлером, ссылаясь на пресловутый пакт Риббентропа-Молотова. Сегодня, в День памяти, эту подлость публично повторил президент Польши Кочинский. Расчленение России стоит в основе польской политики на Востоке. Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе? Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Из доклада главного штаба войска польского декабрь 1938 года. Иначе должна была начаться Вторая мировая. И предвоенная Польша сделала все, чтобы остаться союзником Гитлера, а не его противником. И не ее вина, что Гитлер этого не захотел. Польша имела практически аналогичный пакт Риббентроп-Молотов договор с Гитлером. Благодаря чему приняла живейшее участие в расчленении Чехословакии. Готовилась к коншлюцу Литвы и расчленению Украины. Польшу подвели англичане, предоставившие ей гарантии в случае войны с Германией. Гарантии, которые они ни секунды не собирались выполнять. Англичане, знавшие содержание секретных протоколов Советско-Германского пакта, скрыли его от поляков, чтобы не дать им шанса уклониться от войны. Западные союзники сдали Польшу Гитлера. Потому что только сдав Польшу, можно было стравить Гитлера с Советским Союзом. Поляки, жалкая, ни к чему не способная, хвостливая банда. Это также хорошо известно англичанам, как и нам. Адольф Гитлер, 3 сентября 1939 года. Чехи, свиноголовая раса. Великобритания не собирается рисковать ни одним своим матросом или летчиком ради Чехословакии. А это уже британский посол в Берлине Гендерсон. Годом раньше Чехословакию западные союзники сдали Гитлеру, как и Польшу. Мюнхенский сговор, называется теоретически, война могла бы начаться раньше, ровно на год. Или не начаться вообще. Потому что Советский Союз до последней минуты подтверждал свои гарантии Чехословакии. Именно поэтому Чехословакию надо было заставить сдаться без боя. Чехословацкая армия, сопоставимая по численности вооружению с тогдашней германской, сдалась без единого выстрела. Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма. Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России. Британский премьер Чемберлен, 2 сентября 1938, накануне встречи с Гитлером из дачи Чехословакии. Единственный, последовательно осуществляемый целью наших западных союзников, накануне войны, было натравить на нас Гитлера. Пакт Риббентроп-Молотов, как бы к нему ни относиться, эту игру сбил. Это факт. А то, что Польша не сдалась без боя, как не сдавалась никогда, что польских дивизий СС не было никогда, как никогда не было и не будет, польских национальных героев, спасавших Польшу сотрудничеством с нацистами, это тоже факт. Какие бы там исторические претензии мы друг другу не предъявляли. И именно поэтому наш премьер сегодня в Польше, и мы чтим память наших общих жертв с нашим общим врагом. Однако, до свидания.